И значит, все в этом мире душу и ущерб, есть только мир, за него и жизнь, есть только мир, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. В Самаре подвели итоги реализации проекта событийного туризма «Куйбышев. Запасная столица». Его основная цель – сохранить память о героических подвигах жителей нашего города. В рамках проекта в Самаре проводят литературные вечера, балы во дворцах культуры и спектакли для детей. В годы Великой Отечественной войны именно в Куйбышев эвакуировали советское правительство, иностранные посольства, крупнейшие промышленные предприятия, а также золотой запас, умы и таланты страны. Город стал индустриальным центром Советского Союза, его запасной столицей. С 1941 по 1943 располагались посольства, и мы были в статусе столицы. Поэтому это особая честь Москва, Петербург и Самара. Больше нигде такой чести никому не досталось, вот как нашему городу. Выбывался государственный Большой театр Союза СССР. Прошла мировая премьера седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Из рабочих, переведенных в Куйбышев предприятий, образовалась футбольная команда «Крылья Советов». В послевоенные годы Куйбышевская область становится крупнейшим промышленным, научным и культурным центром Советского Союза. На сцене Дома культуры «Заря» наградили депутатов и учителей, которые принимали активное участие в реализации проекта памятными медалями. За ваше участие, за нашу солидарность творческую. Мы всех вас благодарим, друзья. Равнодушных зрителей на концерте не осталось. Здесь собрались люди разных поколений. Однако каждому из них хорошо известно, что такое патриотизм и чувство локтя. Очень великолепный концерт. Очень профессионально выступают дети. Я прям был поражен этим. Очень приятно, что молодые руководители этим занимаются. Видимо, занимаются с душой, раз такая отдача. Напомним, в прошлом году Самаре был присвоен статус «Город трудовой доблести». Этого звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад для достижения победы в Великой Отечественной войне. Что рук не погладали, ночей не спали, стоя у станков, за этот мир в тылу вывоевали. И благодарности не хватит слов. Ксения Баканова, Константин Головин. События.